Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы рады встрече с вами в телекафе «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер, как всегда, рад тебя видеть, особенно рад тебя слышать сегодня, потому что опять совпадение ноября, Сергей говорит по-русски и находится здесь возле барной стойки. Это значит, что АФМС еще не закончился. Именно так. Впереди еще целых два дня фестиваля, наверное, в самых насыщенных, потому что это кульминация конкурса, это закрытие, это огромное количество постановок. Постановок, да. Ну и сегодня ты вообще должен сверкать всеми своими, всем, чем можешь. Да, дело в том, что сегодня у нас в эфире любимцы витебской публики, тех, которых всегда ждут, это театр-балет Евгения Панфилова. Но прежде чем узнать, кто в нашей студии, смотрим АФИШУ. 24 ноября белорусский театр «Лялька» представит спектакль «Фенька». Когда забываются детские желания и жизнь становится неинтересной, спасти может только она, Фенька. Невероятная девочка, которая легко и ловко создает проблемы. Но во время решения этих проблем можно осуществить давнюю мечту и стать прекрасным писателем. Начало спектакля в 11.00. Витебская областная филармония представляет музыкальную программу для детей из цикла «Сказки куклы-ляли». Любопытная ляля познакомит малышей с новыми музыкальными инструментами. Маленькие зрители получат возможность услышать тембры различных музыкальных инструментов, поиграть на несложных шумовых и мелодических инструментах вместе с музыкантами и спеть. Начало в 11.00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса приглашает на спектакль для самых маленьких «Трям. Здравствуй». Если у вас богатая фантазия и есть непреодолимая жажда приключений, то вы обязательно подружитесь с героями этой сказки – скромным и доверчивым ежиком, искренним, немного упрямым медвежонком и ловким и веселым зайкой. Герои сказки пригласят маленьких зрителей в путешествие по таинственной стране с веселой музыкой, с забавными куклами и яркими фейерверками. Начало спектакля в 12.00. Концертный зал «Витебск» представляет финал 31-го международного конкурса современной хореографии в Витебске. Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» представит хореографический спектакль «Паноптикум» мотивом стихотворений Тургенева в прозе. Артисты предлагают зрителям представить, что реальность многомерна, и у него есть возможность заглянуть в свое отражение. В мир «Паноптикума», где время зациклено. Мнимость рождает необходимость, сила безвольна. Танцоры предлагают пройти по чертогам «Паноптикума» и ответить на вопрос «Что есть свобода?» Начало в 16.00. А в 19.00 артисты балета Евгения Панфилова представят одноактный спектакль «Трибьют» «Звезда 60.090», посвященный художнику, музыканту, мистику, идолу целого поколения Виктору Цою. Ему было 28 лет, и вот уже 28 лет, как его нет на земле. Но его песни, такие разные и многоликие, тревожат сознание. Как звезды, они плывут во Вселенной, в тесносплетениях эмоций и чувств людей. Спектакль — это картина Вселенной, как ее видит и чувствует хореограф Сергей Райник. 25.00. Белорусский театр «Лялька» представит сказку «Емеля на счастье». В спектакле переплелись сразу четыре русских народных сказки «Емеля дурачок», «По щучьему веленью», «Царевна Несмеяна» и «Танцевальная гармонь». Здесь и лишь ждет шуточная постановка о доброте, человечности и смекалке. Начало спектакля в 11.00. Витебская областная филармония представляет музыкальную программу «Сказки о музыкальных красках». Сказки рассказывают о семи нотах, а также о семи живописных красках. Дней в неделе тоже семь, и каждый из них можно раскрасить звуком и цветом. Погатство тембров, интенсионная выразительность и великолепное исполнение аксета «Полола» и «Квитебские виртуозы» увлекут юных зрителей в интересное музыкальное приключение. Начало в 11.00. А в 19.00 служители ждут концерт органные музыки Хирокко и Новы, меркой представительницей нового поколения исполнителей 21 века. Восток и Запад встречаются в творчестве молодой органистки. Хирокко поражает необычайной широтой исполнительского кругозора. В исполнении артистки прозвучают как привычные европейскому служителю органные произведения Баха, так и малоизвестная музыка «Страны восходящего солнца». Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет романтическую комедию «Самое желанное». Немолодой киносценарист Матье ищет сюжет для нового фильма и надеется найти путь к сердцу Роксаны, своей музы. Матье придумывает для любимых все новые и новые приключения. И однажды он приглашает Дэвида, обеспеченного, но очень циничного юношу, который пытается купить чувства женщины. Но происходит невероятное. В сердце молодого повеса зарождается настоящая любовь. Начало спектакля в 18.00. Концерный зал «Витебск» приглашает на торжественное закрытие 31-го международного фестиваля современной хореографии в Витебске. В Зидии ждет церемония награждения и выступления лауреатов конкурса, а также спектакль «Овертюра рассиней» от Spellbound Contemporary Ballet. Спектакль прославляет творчество и личность Джоакино Рассини, выдающегося итальянского композитора, безумного и опьяняющего гения, сильные и энергичные личности, создавшие музыкальные проведения, наполненные вечной и абсолютной благодатью. Начало в 18.00. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. И мы сразу же представляем вам гостей. Я думаю, вы и так все их знаете. Это художественный руководитель театра балет Евгения Панфилова Сергей Райник и хореограф, солист Алексей Росторгуев этого же знаменитейшего театра. Начнем, наверное, вот с того, что как-то Джун Леннон в одном интервью сказал о том, что вообще очень странно, когда приходится обсуждать свои песни и свои записи. Но, видимо, это необходимо. Но он сделал условие журналисту, что будем разбираться во всем этом вместе. Поэтому попробуем. Вы привезли три спектакля и по произведениям классиков. Я Цой тоже причисляю к классике. Не будем разграничивать. И сразу такой же вопрос. Нужно ли перед просмотром этих постановок ознакомиться с произведениями этих людей? То бишь мы сразу говорим о том, что Толстой, паноптиком по стихам в прозе Ивана Сергеевича Тургенева и, собственно, Цой. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дорогие друзья, я, если позволите, пару слов по этому поводу скажу. Вообще, в моей жизни период поменялся. И если раньше я считал, что только произведение в чистом виде нужно смотреть, без всякого бэкграунда, по поводу писателей, музыкантов и так далее, и так далее. То есть вот в чистом виде как есть, так, пожалуйста, и без лишней информации. Сейчас я все-таки прихожу к мысли о том, что чем больше ты знаешь вообще обо всем, что вокруг этого произведения происходит, о каких-то волнах, которые идут или к нему, или от него, тем больше ты погружаешься вообще вот в этот мир, в эту атмосферу. Пожалуй, подсказкой или каким-то стимулом в этом стало то, что в последнее время в моей судьбе очень много работы с живым композитором, где мы обсуждаем очень много чего по поводу фьючерной истории, да, следующего произведения, то есть будущего, скажем так. И когда мы начинаем обсуждать, мы выходим на такие темы разнообразнейшие, и это совершенно другой уровень общения. Поэтому я бы все-таки за то, чтобы объяснять, проговаривать, беседовать. Алексей, согласны? Ну, конечно, потому что когда мы ведем диалог, и вот даже сейчас третье лицо, допустим, автор тот же самый Тургенев, всегда интересно и правильно его мысль тоже знать, и познакомиться с этим, об этом уже обсуждать хореографию. Мы, наверное, пойдем по постановкам хронологическим, как они будут показываться. Начнем с Толстого. Да, Толстой, на самом деле, он впервые появился именно в современной хореографии, не в классических, а в современной хореографии впервые, в постановке по творчеству Толстого. Ну, у нас, если у нас, то, возможно, да. Да, у нас впервые. Если поискать, то, наверное, может быть, можно у Бориса Яковлевича Эйфмана, может быть, что-то найти, только потому, что он часто очень обращается к великим и музыкальным произведениям, и к литературе, но, тем не менее, Толстой как-то не широко потребляется хореографии, поэтому можно сказать, что это эксклюзивная ситуация. И здесь тоже, знаете, забавная история с тем, что мы все развиваемся и как-то вот обрастаем уже новыми умениями, новыми знаниями. И с Толстым получилась тоже уникальная история, что в прошлом уже сезоне с Мариной Геннадьевной мы общались, и я анонсировал ей о том, что у нас весной, вот, 18-го года, будет уникальное событие, творческая лаборатория Владимира Викторовича Васильева, куда будут приглашены 6 хореографов, и будет вот изумительная совершенно работа, которая будет идти полгода, то есть они же приезжают по очереди, и театр постоянно находится в такой ситуации бурления каждый раз, и каждый хореограф, естественно, хочет сделать, ну, как минимум не хуже, чем его коллега, который, да, то есть это возникает в некий момент соревнования в том числе, и вершиной, так сказать, да, вот уже саму финальный десерт, появление самого маэстро и уже работа над объединением, прекрасным появлением мастера, чтением стихов, вообще его энергетика, через него прохождение текста Толстого, его видение, потому что он гуру, он старейшина, то есть это великий человек, и его выходы между фрагментами – это отдельная история, и кто это видел, тому повезло это на всю жизнь. Нам тоже повезет. Вам тоже повезет. А это была творческая лаборатория. Вот сложно было сохранить 6 хореографов, сложно было сохранить в постановке вот единство какой-то стиля и, собственно, мысли, чтобы все в едином русле работали. Сложно было это? Мне кажется, здесь наоборот, вся суть момента в том, что показать каждую часть именно индивидуально, именно несовместная, потому что объединяющий момент – это Толстой, а 6 хореографов, 6 пластических версий. Они разные по стилю? Конечно, они разные по стилю, и здесь в данном случае именно это важно, потому что хореография одного совершенно отлична от предыдущего и совершенно не подходит к следующему. А вы видели, когда Алексей, у вас же там, да, вы видели предварительные какие-то работы остальных хореографов? Нет. Что они предлагают? Нет. Это вслепую, по сути, было. Да, но здесь просто такой момент, что мы же знаем примерно, что предложат, какую пластическую версию предложат хореограф, потому что так или иначе наш стиль, мы в нем уже долго говоримся, у каждого свой, и, например, я знаю, в каком ключе будет работать следующий. И здесь именно задача в данном случае была именно сделать себя, потому что только начнешь думать про автора, ты начнешь, то есть я могу станцевать Сергея, он может станцевать меня, мы знаем пластику друг друга, и интересно было в этом именно тот, и интересна суть. Мы приезжаем, предлагаем разные. Это же разные рассказы, то есть вы понимаете, да? Да, да, да. Это 6 абсолютно разных рассказов. Вот, а текст на сцене тоже будет, правильно? Совершенно верно. Он связующая история между фрагментами. То есть, ну, сначала будет как, понятно, по тексту, что будет показывать? О чем, да? Какой фрагмент? Вот объясните. Или сначала, я думаю, смотришь фрагмент, а потом анонс. Сначала идет текст, то есть, если после бала, то сначала идет текст из этого произведения, выжимка максимально концентрируемая, да и показываемая, а в чем? Вот в чем именно центральная история? То есть, вот такая вот эссенция такая, каждая история. А кто выжимал? Выжимал Васильев. Все, понятно. Васильев выжимал. Один раз, исключительный момент, пришлось выжить мне, потому что была история с Анной Карениной. Владимир Васильевич спорно принял решение, для себя в том числе, брать или не брать. А когда закончился первый показ, я подошел к нему и сказал, Владимир Владимирович, а можно мы все-таки Каренину поставим? Он сказал, валяйте, делайте, что хотите. Я уже не здесь, я уже в другом месте, я уже поехал. И поэтому Каренина была поставлена, а литературной истории нет. И поэтому мы по аналогу, как вот дел мастер, нашли абзац, который вошел. Поэтому публике будет понятно. Хорошо, обязательно, обязательно посетим балет Толстой. Перейдем к паноптикуму. Это постановка Алексей Ваша. И это вновь обращение к русской классике, только уже, мы уже упомянули, стихи в прозе Тургенева. Я уже похвастаюсь, да, что я смог посмотреть, благодаря Марине Геннадьевне посмотреть этот балет, очень впечатлен стихи. И даже увлекся еще стихами в прозе Тургенева, которые до этого я на самом деле не читал. Откуда вот пошла идея эта? Идея пошла сразу же, возникла, как только я нарвался на барельеф Тургенева, необходимость, сила, свобода. Это те три женских образа, которые я увидел. И вокруг них начал формироваться спектакль, состоящий из нескольких частей, из нескольких произведений, где во голове человек, его мысли, его действия относительно ситуации, в которой он оказался. И здесь уже начинаются вот эти качели, что же все-таки важнее и цен для человека, свобода или необходимость. Где он оказывается, по чьей он властью в данном моменте, потому что сила может принадлежать как свободе, так и необходимости. И вот здесь мне было интересно. Ну, это очень мощная постановка, и сразу взгляд цепляется за вот этот серьезный видеоряд. Он очень захватывает. Видеоряд – это произведения каких-то известные, либо специальный видеоряд создавался для этого спектакля? Когда остался спектакль, тоже было некое сотрудничество. Работала упряжка хореограф Расторгуев, режиссер и композитор. И мы объединили все это, значит, в общий какой-то смысловой и видео, и музыкальный ряд. И поэтому каждая из частей настолько авторская. Режиссер, все, что связано с видео, это режиссер, его задумка. И она тоже шла по тексту. То есть мы выбирали текст, мы выбирали какой-то рассказ, и по нему делали уже видео. То есть, по сути, эксклюзив. Да, это… Эксклюзив, которая работает специально для спектакля. Ну вот образы. Маленькая девочка у вас даже вовлечена в это действие. И она с вами гастролирует тоже. Вы вынуждены терпеть этот весь решение гастрольного графика. Да. А сколько лет? Ну вот просто интересно даже. Я даже не спрашивал. Я думаю, что лет 9. Да, где-то так. А сложно было работать с ребенком? Объяснить ей тот посыл, который вы закладываете? Ну, как сказать? Ведь ребенку можно… Вообще сложно сказать, что у нее в голове, но когда тебе что-то объясняют, и ты это понимаешь настолько, насколько можешь понимать, но когда она участвует в спектакле, и я это вижу, у нее настолько своя история. Она понимает что-то свое, и отталкивается от того, что ей сказали. Она понимает все, мне кажется. Ну смотрите, а девочка же будет расти, она вырастет, она вообще, не знаю, прочитает Тургенева, и вообще бы другому себя может потом будет вести на сцене, не знаю, там через год, через полтора-два, три. Ну, это как правило, для этого все и делаем. Девочка будет расти уже совершенно с другим вектором внутри. Ну вот я об этом говорю, потому что спектакль вообще же изменится у вас с каждым этапом взросления ребенка. Абсолютно. И потом для меня в этом спектакле крайне важно совершенно иной взгляд на Тургенева. Потому что мы достаточно стереотипно видим о нашем великом... Ну сразу что приходит, отцы и дзвицей записки охотников. Записки охотников, да, совершенно верно. А здесь такая фрейдийская история, достаточно очень глубокая, и для людей изящного интеллекта это просто, ну, удовольствие. Удовольствие такой спектакль посмотреть. Ну, я, Алексей, сразу могу сказать, что я считаю, что паноптику нужно будет привести еще не раз сюда, дабы получить полное эстетическое удовольствие от него, да, потому что после просмотра хочется смотреть его еще раз, потому что понимание приходит еще более глубокое и постепенное. Поэтому, ну так, на будущее. И не только Витебск, у нас есть много других прекрасных городов. Это к Марине Геннадьевне. Это к Марине Геннадьевне. Ну вот, Алексей, паноптикум очень серьезная, глубокая постановка. После таких серьезных работ не хочется позорничать вновь. Ну, как пример Хучи-Кучи. Что-то сделать более легкое, смешное? Сделаем обязательно. Я нашел очень легкое произведение «Красная маска смерти» Эдгара Ланопова. Это забавно. Волову очень все смешно. Прохочешься. Это какой юморист, да, еще тот. Ну, а для себя вы ответили, вот в пресс-релизе, последняя фраза, да, ответить на вопрос, что есть свобода. Для себя вы ответили, что есть свобода позор в этой постановке? Наверное, наверное, еще нет. Наверное, еще не было. Ну, как постановщик. А вот художественный руководитель, он же смотрит со стороны постановку. Сергей, вы увидели что-то вот в свободу в своем? Как вы ее поняли после этой постановки? Ну, я смотрю именно как художественный руководитель. То есть здесь в эту воду заходить, как такой психотроп, да, я бы не стал. Меня больше волнует новое состояние хореографа и его свободы в момент работы в иных условиях. То есть в момент работы с командой. Когда есть режиссер, когда есть видеограф, когда есть композитор, с которым отдельная история свободы. Потому что композитор подчиняется в каком-то смысле твоему желанию в том числе. И это у Алексея новая грань появляется, в которой он себя как бы по-другому чувствует. Может быть комфортно, может быть не очень комфортно. Потому что Алексей универсальный человек. Он может заниматься и хореографией, и сценографией, и подбирать музыку, и монтировать, и так далее, и так далее. А здесь другая реальность. И это очень интересно. По поводу музыки. Мне всегда было интересно, Алексей, где вы находите эту музыку в своей постановке? Она всегда уникальна. И это не то, что зашел в социальные сети, и можно легко ее найти. Но все равно, опять же, работа с Panopticum интересна была чем? Смотрите, я всегда ищу музыку, которая мне понятна, мне интересна и близка. И иногда ловлю себя на мысли, что я зациклен настолько в музыкальности какой-то. То есть я сразу могу сказать, я отрицаю, что такое-то мне не подходит. А здесь работа была интересна тем, что была история, которая была озвучена. Мы работаем над какой-то, какой-то частью. Я воплощаю хореографически, и когда приходит, значит, композитор и предлагает, я понимаю, что это не моя музыка. Я бы такую не взял никогда. И потом начинаю думать о том, что, подожди, человек, ведь так же и зритель, сидящий в зале, он может принять эту музыку, может не принять. И для меня до сих пор, сколько мы показываем спектакль, когда начинает играть музыка, я понимаю, что это не мое, но я смотрю, как органично она сочетается с хореографией. И когда мы общались с композитором, он тоже говорил о том, что как ребята попали в его музыку, и ему было это безумно интересно. И даже за этим наблюдать, он представить себе не мог, как его музыку будут танцевать, и как это органично получается. И я не мог подумать, как так, музыка, которая совершенно мне не свойственна, сколько органично она у танцовщиков звучит в хореографии. Это очень интересно. Все совпало. Вообще очень интересно. Вообще очень интересная штука, о чем говорил Сергей, когда твои единомышленники, каждый со своей мыслью, и потом происходит сочетание, попадание, все в точку. Кубик Рубиков, все грани все сложились. Это очень интересно. Ну вот Тургенев о свободе, вот он так говорил, что учение только свет по народной пословице, да, что учение, оно также и свобода, и ничто так не освобождает человека, как знание. Это к вопросу о свободе, да. Вы своих артистов мотивируете? Вот перед постановкой все прочли стихи в прозе исполнителей? Ну, мне кажется, что, ну, все равно читают. А как же, конечно, конечно. Ну, во всяком случае, есть некий, ну, так называемый пресс-релиз, в котором входит все это, с которым знакомится вообще вся команда, и все понимают, о чем идет речь. Кто заинтересовывается в этой истории, конечно, продолжает углубляться и так далее. А здесь, знаете, насильно обучают. Так, то есть пришли, так все трупы, вот, всем по экземпляру, или всем-всем скучать? Бесполезно. То есть человек должен сам приходить к этому. То есть это нужно предложить. Это открытая информация. Пожалуйста, изучайте, пользуйтесь тем минимумом, который вы должны знать. И второй момент, вот тоже я хотел подчеркнуть, Алексей, для композиторов большое удовольствие. Я бы даже сказал, огромное счастье видеть свой материал музыкальный, востребованный. Это вы не представляете. Самые счастливые в этом композиторы. Потому что их музыка, главная ведь музыка, все равно. Ну, композитор, я думаю, это тоже очень хороший опыт в работе. И плюс его тоже могут приглашать другие, наверное, театры куда-то. Ну, и тоже композиторы, наверное, определенных каких-то музыкальных направлений. Ведь не все, наверное, подойдут со своим музыкальным взглядом для постановщика, ну, вот такого номера в стиле современной хореографии. Как происходит поиск? Ну, да, хотя бы назовем так. Ну, есть же много композиторов, песни, которые, как сказал Сижу, потом поднимаются там в топе, например, в социальных сетях. Но мы же их не берем, мы говорим о каких-то других людях. Я думаю, что здесь главное некое творческое соответствие. То есть не в стилях зацепка, да? А вот именно в творческой, соответственно, в глубине погружения. То есть это может быть и рэп, и это может быть симфонизм. То есть насколько человек погружен. Например, есть такой популярный исполнитель по имени Дельфин. Ну, слушайте, он философ. Я могу прекрасно, с удовольствием работать с его материалом. С удовольствием. Так же, как с шнитки. То есть тут нет дифферента в стилистике, а есть именно в погружении. И поэтому, конечно, когда мы заходим в интернет и видим, условно говоря, фальшивку, ну, то есть одноразовую обертку, мы радостно ее используем в Новый год в определенные часы. И все, и кончилось. И никто этого не видит. А, никто этого не видит. А все остальное это уже... А Леша правильно говорит. Он ведь... Вы про музыку спросили. Дело в том, что он ее не ищет. Он живет в этом. Это его путь. И музыка приходит к нему сама. Там, куда он идет. Мы ведь не ищем ее специально. Мы в этом процессе постоянно. Вот так. Интересно. А сейчас прервемся буквально на минуту. Наш областной кровейческий музей празднует свое столетие. И в связи с этим у нас есть возможность ознакомиться с экспонатами уникальными. Какие, да, в нашем музее хранятся. История и культура родного края. От каменного и до XXI века. В проекте к 100-летию областного краеведческого музея. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие видео Чтобы не сказать, что меня Прижало, прибило Здесь не сказать М press Это было абсолютно Но, как бы, вот, говорят Явления Богоматери У людей такие, вот, религиозные Control Com bass У меня было близко Вот, такому Религиозному Такому внутреннему ощущению И я помню, что Но, невозможно было достать Ну, нигде не было ничего Я очень хорошо помню, что мы как-то шли зимой со своими приятелями из школы поздно вечером по микрорайону по нашему и из какого-то окна звучал Цой. И мы с первого этажа. И мы стояли, вот она играла там полчаса, и мы на этом морозе полчаса стояли около окна, слушали, вот пока не кончилось, у кого-то была вот эта вот кассета, и было много. Это было открытие совершенно. То есть это была какая-то новая реальность, новый мир. То есть человек, художник, композитор, музыкант открывал для поколения, вы же понимаете, что это было за время. То есть страна стояла в шаге от пропасти, то есть мы падали, наша цивилизация падала вниз. И вот этот художник, пожалуй, может быть один из единственных, который поднял нас с колен и надежду подарил целому поколению, что мы гордые, что мы можем, что мы идем, слышишь, шелест в плаще, это мы. То есть новая история, генерация. И нам всем тогда было сколько, 14, 15, 16 лет, мы понимали, что мы можем, мы должны идти. Такое было знакомство. Алексей, у вас тоже такое трепетное отношение? Ну, конечно, потому что я был чуть помладше, и действительно из окон тех, кто постарше, ребята, мы прислушивались. Самое интересное было дальше, когда на кухне вместе со своим отцом мы слушали цоя поколения. Представляете целое? Насколько это было интересно ему, насколько это было интересно мне. Не где-то вот с друзьями там во дворе на улице с отцом дома сидели, на одной кухне скушали вместе. У меня на самом деле тоже родители поподсадили. До сих пор не слез и рад этому. Да, вот у меня сначала был «Битлз» также с отцом, а потом «Цоник». Это буквально вот где-то так. Сергей, вот прошло... Говорю о классике. «Битлз» и «Цоник». Да. Вот прошло столько лет. Это столько лет понадобилось, чтобы сейчас появился такой спектакль? Или, ну, вот... Абсолютная случайность. Абсолютная случайность. Я никогда в жизни не мог себе даже в голову мне взбрести, что будет вот такой спектакль, со мной произойдет. Просто такой был момент. Я не могу сказать, что депрессия или еще чего-то какой-то тоже переломный. Когда я оказался в такой некой паузе, и мне было непонятно, что мне делать дальше. Нужен маленький шаг, небольшой, и будет все хорошо. И я подумал, что... А что я люблю? Я хочу сделать то, что я люблю. Не то, что от меня ждут, или там по плану положено, или еще что-то. И я, конечно, я сделаю ЦОЯ. И получилось, что и 55 лет в том году, когда мы начали... Когда я начал рыть там примерную информацию, уже такую документальную, там очень много чего сошлось. И цифры в день, когда была премьера, это тоже были с пятерками связаны. Там много разных совпадений. Но самое, конечно, сложное, вы, наверное, предполагаете, что было в этой истории, это выбрать музыкальный материал. Это был ад, конечно. Потому что, я так понимаю, там есть даже версии такие, в ремиксе, в более современном звучании. И причем и раннее творчество, и уже позднее. Разные были концепции у меня, в том числе. Сначала, конечно, я хотел соригинальничать. Я хотел показать треки, которые вообще никто не знает. Ну, то есть, знают только там меломаны. Но, как говорил Панфилов, музыка просилась, плакала на сцену, хиты в том числе. То есть, все равно, в любом случае, всем известные истории, мимо которых нельзя не пройти, они появились, и потом они появились сами. То есть, понятное дело, что объять необъятное невозможно, но мне показалось, что история-то такая достаточно камерная. И история, конечно, это не автобиография. Это разговор о духе, о движении, то есть, вот этих таких энергий, которые сопряжены с, ну, вот этим вот инопланетным гостем, который появился у нас с 62-го по 90-й год. И я ставлю цифру 0, который все это обесконечивает, то есть, превращает и в ничто, и во все. То есть, вот такая история, как бы, с космосом. И не зря в финале я беру большой трек, который называется Voyager, который к Цой вообще не имеет никакого отношения. Он имеет отношение к путешествию таких легенд, таких комет, как Цой по всему пространству. Поэтому сейчас Виктор Цой находится в каком-то другом месте, где это необходимо этой цивилизации. С нами он поработал. А когда создавали, думали о коммерческом успехе, что он неизбежен, этот успех. Ну, я просто скажу о том, что в Витебске билеты проданы. Это был самый спектакль, на который народ сразу же пошел покупать билеты. Нет, нет. Я хочу сказать, что меня охолонул директор мой. Когда я начал говорить свои названия примерно, она говорит, ну вот надо, чтобы был Виктор, Цой, Виктория, что-то. Я говорю, нет, будет «Звезда» 62.090. А как мы это будем? А как все узнают, что это будет Цой? Мне это не было интересно. Я потом начал, ну, так, наверное, это будет коммерческое слово. Здорово. Потому что мы до такой степени, ну, не то чтобы отвыкли, а вообще не думаем по поводу коммерческого успеха концептуального спектакля. Я скажу, почему. Может быть, публика не знает. У нас есть огромное количество праздничных шоу-программ, которые работают, говорит, Евгений Панфилов. Приходите. Радостно. Приходите. Номер телефона. И вот там как раз мы работаем чисто на публику и так дальше. Это вот как раз про те треки про Новый год. Помните, мы? Да, да, да. Там это все в полный рост. А здесь мы как бы отделяем муха от котлета. Вот смотрите, вот вы сейчас пояснили, да, название 62.090, и произносить нужно именно так, и теперь становится понятно, почему. А совсем юным зрителям, ну, назовем категорию 15-16+, которые, ну, по многим причинам, я думаю, может быть, даже и... Ну, что-то слышали, да и не знают, и не осознают всего масштаба. Им будет интересно, они поймут. Они только знают, что на заборе до сих пор не досохранило, что он жив. И все, есть какое-то уважение, и на этом, наверное, ну, действительно, для многих молодых на этом все и заканчивается. Ну, во-первых, мы сегодня с вами, завтра с вами посмотрим, может быть, и спросим у молодых. Вы сейчас на меня показываете? Театр, после спектакля. Я об этом, конечно же, не думал вообще, будет ли совсем молодым это интересно, потому что, честно говоря, я вообще не разделяю людей по возрасту, потому что один мальчик, 14-летний, встретив меня, а мне было 19 лет, мы с ним разговаривались, я ему задал вопрос, ну, а как ты думаешь, что ко мне лет? А, он мне выкол на вы. Ну, лет 35. Майд, это 19, да? Лет 30. То есть, понимаешь... Обидно немножко было. Нет, тогда мне было наоборот не обидно, что мне в девять, как меня считают, придали важности и статус. А не было такой задачи при постановке обратить внимание именно на современную хореографию тех людей, фанатов ЦОЭ, но которые не интересовались современным балетом, не интересовались современной хореографией, просто среди моих знакомых есть на самом деле люди, которые купили билеты, но они не были ни на одном спектакле, не то что Труппа Панфилова, вообще ни на одном балете современной хореографии. Ну, вы знаете, честно говоря, делая эту историю, я для себя делал очень небольшие задачи, камерные. Мне хотелось очень непростую для хореографии ткань песен и так далее, найти наиболее гармоничное воплощение, чтобы танцовщики на сцене не были такими, знаете, брошками на лбу, то есть вот как бы несоответствие, а какую-то найти органику. Вот это было самое трудное и самое интересное. И по сути я был абсолютно полностью вот в это погружен. То есть никаких запиаренных каких-то историй, честно говоря, это не проект, который продумывался. Это вот так возникло. Раз, и достаточно быстро было сделано. Поэтому это как было озарение, скажем так. Но спасибо за вопрос. Когда вы объявили Труппе, среди артистов ваших были люди, которые не знакомы были с его творчеством? Я думаю, что нет. То есть, ну, скажем, если мы говорим о Толстом и о Тургеневе, то хотя бы школьная программа, да, какая-то, ну, известная была. То Цоя, это же, ну, это не школьная программа, поэтому были ли такие? Я думаю, что ребята некоторые не знали пару-тройку треков, которые я предложил. Вот, это точно. Там есть трек под названием «Французский боцман», например, который я вообще думаю, что не знает никто на самом деле. Вот это да. То есть, забавно было смотреть в ней глаза, когда включалась какая-то история. А что это тоже Цой? Да, это тоже Цой, знаете ли. Да. Ну, интересно, будут ли у вас еще постановки-трибюты, потому что сейчас вот в Омске все с Егором Летовым, да, происходит, и уже и симфонический оркестр сыграли. Будем ждать. Вы можете сказать, что вот эти все три постановки, которые вы привезли в Витебск, что их всех объединяет понятие свободы. Оно у всех, оно у всех разное, конечно, у Толстого свобода – это в религии, да, вот, у Тургенева в учении, у Цоя – это, вот, как Сергей Арнольдович, это новая формация, это вот просто движение вперед, революционное даже, можно сказать, это применить. Можно сказать, что они все три, вы привезли такую одну большую концепцию на два дня. Ну, так сложилось, вот сейчас Леша добавит после меня, так сложилось, что в моем понимании свобода, она, по сути, ходит рука об руку с моментом веры. То есть, человек, пристально и внимательно верующий в какое-то движение, которое с ним происходит, он, по сути, становится в каком-то смысле более и более независимо от тех обстоятельств, которые складываются вокруг него. И вот здесь, пожалуй, погружаясь в хореографию, в режиссуру, в театральное все наше ремесло, которое абсолютно пронизано сквозь нас и отдаваясь вот этим спектаклям и беря на веру то, что ты делаешь, конечно, ты обретаешь еще более, может быть, широкий или разнообразные поля вот этой свободы, конфигурации, вот эти вот стороны. Потому что, конечно, все понимают, что абсолютной свободы не существует, мы конечные, все понятно, но, тем не менее, двигаться в этом направлении надо и необходимо. Просто вот для меня это связано с верой. У Алексея это с чем связано? Вообще, вопрос свободы для меня такой сложный, тема. так, просто не скажешь. То есть, это ответственность в первую очередь? много всего так относительно. Просто мне кажется, что если подытожить вот этот вопрос, то, что мы привезли и то, что мы покажем, и то, что будет зрителям отсмотрено, и вот тогда он, сидящий в зале, посмотрев все на этом предложено, тогда он поймет, насколько его степень свободы важна и актуальна сейчас для него даже относительно вот этой хореографии предложена. хорошо, с постановками разобрались. В этом году Алексей привез воспитанников своих, уже не просто театр, да, болит Евгения Панфилова, приехал в город, а вы привезли на конкурс, на конкурсную программу своих воспитанников. Как они, они же впервые здесь в Витебске, да, и они понимают, насколько Витебск для вас важен, он же для вас важен, да, Айфмси уже практически, можно сказать, родной город. Как они восприняли вот эту новость, что они едут на этот конкурс? Ну, на самом деле, это было такое мероприятие, оно возникло у меня в голове, оно настолько рискованное, я до сих пор очень переживаю, волнуюсь, вот ребята буквально сейчас готовятся. Десять лет назад произошла наша встреча, и многие годы с этим коллективом помогает мне в его развитии и вот в его росте хореографическом Елизавета Чернова, наша танцовщица, вот, и для нас это было очень волнительно сейчас. И понимаете, здесь такая интересная штуковина, что на поверхности нашего пространства Перми и где-то России, где-то Урала, ребята очень хорошо их знают, они много где участвуют, и эта поверхность уже, так скажем, наша. А как в любом коллективе происходит определенный момент возрастной, после которого дети уходят в жизнь, все, они идут учиться, все, они выпускники. И мне очень хотелось вот эту команду, которая приехала сюда, показать им, где бываем мы, потому что попасть сюда... Куда же они все время ездят там каждый год тогда? Да, и мне очень хотелось, чтобы они вот этого увидели, в этом искупнулись, этого почувствовали, потому что им, ну, уже кому-то пора уходить в другую взрослую жизнь. И поэтому это произошло, случилось, и для них это очень, очень колоссально важно и интересно они с такими глазами сейчас ходят, смотрят на фестиваль, потому что, ну, для них это избыточная мечта, скорее всего, была. Такая вершина, получается, некая. Но они, как и все в кавычках, дети, конечно, мечтают о победе в этом конкурсе, и когда у нас была передача перед IFMC, я имел неосторожность пошутить, что, в принципе, победитель уже известен. Нам приятно. Да, была такая фраца от Ивана. Но настрой какой вы будете? Соревновательный? Нет, что касается... Я думаю, просто у них вот это чувство ответственности. У нас все спортсмены, по сути, внутри они, конечно. Здесь, насколько я это все понимаю, и как обычно, главное участие, главное не победа, то тут совершенно другая история. У этого коллектива главное не победа и не участие, а своя целостность внутри. Это вот как театр, да, мы же не стремимся к какой-то победе, мы стремимся к совершенству того материала, который мы предлагаем зрителю. У них есть определенная задача, в которой они находятся, ощущение, это действительно здесь совершенно не важно, победа или что-то. Они в Витебске, они на конкурсе, они говорят со зрителем, это много бургут. Они, этот коллектив, поверьте мне, для них нет показателя. Мы либо проиграли, либо победили. Мы это им объясняем, это другие вещи. А что за конкурсная работа, какая постановка? То есть, можно так, о чем буквально, в двух словах, если это возможно, конечно, описаться. Это рядом с Хемингуэем, очень близко к Хемингуэю, на Старике и о море. Называется. То есть, когда мы смотрели... Не Старике и о море, а Старике и о море. Но в этом году, помимо ваших детей, ваших воспитанников, участвует еще Арина Панфилова в конкурсе, вы чувствуете какую-то конкуренцию или наоборот поддержку, что все-таки земляки и Арина Панфилова не чужой человек? Конечно, конечно. Я думаю, скорее поддержка и это движение. Просто, понимаете, до такой степени балет Панфилова и вообще сам гений, в чем? Панфилова, кроме всего прочего, это огромное количество тех душ, людей, которые он затронул. То есть, по сути, мы все соплеменники. Вот соплеменники. И поэтому, когда наше племя разрастается через Арину, через Класс, через... Это все одно и одно и то же, одно такое большое, 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 огромное, гармоничное государство. И такой уже живой организм. Живой организм. Нам только остается сказать спасибо, что нашли время в этом плотном графике, успехов в конкурсе и самое главное, наверное, принятие зрителями, да, и чтобы они получили то самое удовольствие и, как Алексей сказал, почувствовали ту степень свободы, чтобы вышли с ответами и с вопросами тоже, да, вопросов должно быть как можно больше в голове. Спасибо за то, что заставляете напрягать мозг и думать, и создавать хорошее настроение, приятные впечатления. Надеюсь, в следующем году мы снова встретимся. Вот. Сейчас с вами прощаемся, но просим посмотреть вместе с нами, кто попал в теле к Александру Каринману и затем будем смотреть фрагмент спектакля Валеты Панфилова. Всем привет! Это Папа Девтелек и сегодня я придумал, что ко мне вновь обратилось Международное Министерство Статистики, чтобы я задал очень важный вопрос нашим жителям. Погнали! Нам обратилось Международное Общество Статистики провести опрос среди жителей города по серьезным интересующим их темам. Вот вы, когда сосиски кушаете, вы варите их или сырые? Варю и сырые. То есть одну сварили, другую сыру? Через одну? Четные варите, нечетные? Скажите, а целлофан снимаете, это очень важно для них? Конечно. Это обязательно. И второй вопрос от них, когда сардельки варите, вы всю партию закидываете в кастрюлю или по одной разрезаете между? В щелки, да. Сразу все так выгоднее. Экономия времени. Мы желаем вам продолжать в том же духе и сохранять в себе позитив. Вы когда кушаете сосиски, вы отвариваете их или... Я их вообще не люблю. Почему? Я не люблю. Вы не любите сосиски? Почему? Откуда пошла вот эта нелюбовь к сосискам? Ну потому что... Сосиски знаешь, что вы их не любите? Не знаю. Вы когда-нибудь выкладывали с сосисками слово ненависть? Нет, не было. Значит, еще любовь где-то... Я обязательно попробую. Все, хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы когда варите, когда вообще даже не варите, когда кушаете сосиски, вы сырые кушаете или отвариваете сначала? Отвариваю сначала. А целлофан снимаете? Конечно. А когда сардельки, вы сразу связкой закидываете или делите по одной? Разрезаю. Все правильно. Вы на большинстве сейчас находите, на 63% также поступают. Вы когда кушаете сосиски, вы сырые кушаете или отвариваете? С точки зрения гигиены лучше отварные есть. Ну, а я ем сырые, да. У каждого свое. Кто-то любит это, хрящик свиной, а кто-то арбуз. Вопрос серьезный, просьба отнестись к нему с серьезностью. Вот вы когда кушаете сосиски, вы их варите или целиком прям сырые съедаете? Варим. Варим. Правильно, девочки. Продолжайте. Вот относитесь к этому всегда с серьезностью. Нам обратилось Международное общество статистики, чтобы мы по Витебску провели опрос важный для них. Вот скажите, вы когда кушаете сосиски, вы сырые кушаете или отвариваете? Сырые в основном. Почему-то? Времени нет? Ну, скорее всего, да. Экономия. Но, в принципе, в современном мире есть этому объяснение. А когда, смотрите, когда сардельки закидываете, вы между собой их разрезаете или целиком прям связкой? Ну, смотря, сколько человек будет есть. Когда вы кушаете сосиски, вы их отвариваете или сырыми? Сырыми. Ну, я вообще-то отвариваю. Ну, правильно. Вот видно сразу, человек, вот видно, что человек разбирается. Кофе, сосисочка иногда мне нравится. Мы желаем вам приятного аппетита сегодня. Хорошего дня. Однажды отец сказал мне, сынок, как бы не было тебе трудно, помни, сосиски нужно отваривать, а потом кушать. На сегодня все, пока. Ну, вот это тот самый случай, когда нет предела творчества. Я думаю, что даже кто-то, возможно, придумал себе уже сценарий какой-нибудь постановки хореографической. Не знаю, насколько это все вписывается в современную хореографию, но в нашу программу как-то это вписалось. Будем, пожалуй, на этом прощаться. Да, на этом будем прощаться и сейчас вашему вниманию фрагмент спектакля «Самозванец» театра балета Евгения Панфилова. Не скучного вечера, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Самозванец» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Самозванец» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok